Жители украинского города Волновахи остались без социальных выплат в соответствии с новым законом. Весь район лишился государственной поддержки. Людям нечем кормить детей. Последние деньги многодетные матери получали в феврале. Теперь надежда только на волонтеров. Подробностью Виталаховой. В отделе соцзащиты города Волновахи толпятся многодетные родители и матери-одиночки. Положенных социальных выплат за март они не дождались, несмотря на обещания Кабинета министров Украины. И теперь пытаются разобраться в основах математики и географии по-киевски. Коммуналки неплочный садик, неплочный в школах, в долг не кормят. Холодильник пустой, детям нечего есть. Они объяснили, сказали, что посоединили те районы, которые находятся под ДНР. Вот и посчитали, что мы теперь ДНР. И я не знаю, кем там нас считают, денег не дают. Киевские власти, впрочем, не скрывают. Волновахский район, они считают своей территорией, по сути, он весь, за исключением небольшого участка вокруг Еленовки, под контролем украинских силовиков. Вот только закон, как выясняется, позволяет оставлять без соцобеспечения жителей целого района, если хотя бы один населенный пункт не подчиняется Украине. Теперь по постановлению 68-му, значит, если какая-то из территории, один хотя бы сельский совет на предконтрольной украинской державе, то весь Волновахский район сегодня, который самый большой район в Украине, насчитывает на своей территории 45 местных советов, он сегодня не получает никаких выплат из державного бюджета. И это при том, что в начале этого года украинские власти гордо объявили очертания Волновахского района, изменены к ним, присоединяются части территорий Тельмановского и Новоазовского районов, отбитые у полченцев, и все это как раз для того, чтобы обеспечить жителям достойное существование, поскорее перечислив пособия. Вот только на деле все вышло совсем наоборот. 5 числа мы получили реестр с департаменту Финзакладу с нулевой суммой. Это говорит о том, что мы полностью не профинансированы. Матери-одиночки, многодетные родители рассказывают, в сложившейся экономической ситуации социальные выплаты были тем подспорьем, без которого никак не выжить. Надежда теперь разве что на волонтеров, которые продолжают по мере возможности обеспечивать жителей Волновахи предметами первой необходимости и продуктами. Но и координаторы благотворительных центров разводят руками. И у них ресурсы на исходе. Виталахова, Вести. В начале этого года украинские власти гордо объявили очертания Волновахского района. Изменены к ним, присоединяются части территорий Тельмановского и Новоазовского районов, отбитые у полченцев. И все это как раз для того, чтобы обеспечить жителям достойное существование, поскорее перечислив пособия. Вот только на деле все вышло совсем наоборот. Ждались, несмотря на обещания Кабинета министров Украины. И теперь пытаются разобраться в основах математики и географии по-киевски. Коммуналки, неплочный садик, неплочный в школах, в долг не кормят. Холодильник пустой, детям нечего есть. Вот они объяснили, сказали, что посоединили те районы, которые находятся под ДНР. Вот и посчитали, что мы теперь ДНР. Теперь по постановлению 68-му, значит, если какая-то из территорий, один хотя бы сельский совет, непредконтрольный украинский державе, то весь Волновасский район сегодня, который самый большой район в Украине, насчитывает на своей территории 45 местных советов, он сегодня не получает никаких выплат из державного бюджета. Жители украинского города Волновахи остались без социальных выплат в соответствии с новым законом. Весь район лишился государственной поддержки. Людям нечем кормить детей. Последние деньги многодетные матери получали в феврале. Теперь надежда только на волонтеров. Подробности у Виталаховой. В отделе соцзащиты города Волновахи толпятся многодетные родители и матери-одиночки. Положенных социальных выплат за март они не дожди. Я не знаю, кем там нас считают, денег не дают. Киевские власти, впрочем, не скрывают. Волновахский район они считают своей территорией, по сути, он весь, за исключением небольшого участка вокруг Еленовки, под контролем украинских силовиков. Вот только закон, как выясняется, позволяет оставлять без соцобеспечения жителей целого района, если хотя бы один населенный пункт не подчеркнет.